Зимний международный фестиваль искусств в Сочи открыл спектакль «Не покидай свою планету». Он поставлен по мотивам повести «Сент-Экзюпери. Маленький принц». Все роли в этой вольной фантазии исполняет Константин Хабенский. Вместе с ним на сцене – камерный оркестр солисты Москвы. За дирижерским пультом Юрий Башмет. Нет, 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 он был не похож на все остальные ростки. Блин, ой, на нем появился путон. «Не покидай свою планету» – это синтез актерской игры, классической музыки, необычной сценографии и последних достижений в области видеоарта. На разных площадках постановку показывали более 70 раз. Фестиваль Башмета в Сочи этот спектакль открывает с 2016-го. Это своеобразное предисловие к его большой программе. У нас были на это свои амбиции. У Зальцбургского фестиваля каждый год разная программа. Назальцбургский фестиваль, при том, что все знают, что это самый большой фестиваль музыкального театра в мире. Он открывается драматическим спектаклем все сто лет одним и тем же. Нам хотелось найти то, что для нас является ценным в искусстве через музыкальные спектакли. И нам кажется, что «Не покидая свою планету» именно таким спектаклем и является. Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, детские спектакли, образовательные проекты. Все это ожидает гостей зимнего фестиваля. В его рамках состоится сразу семь мировых премьер. В том числе премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе». Она написана специально по заказу фестиваля. Вообще, каждый зимний музыкальный форум в Сочи – это и синтез искусств, и поле для экспериментов, говорит маэстро. В Сочи – это фестиваль-лаборатория. Мы здесь все пробуем. И публика это уже знает, привыкла. И здесь сконцентрировано в Сочи все в целом. Он продолжает быть и лабораторией в том числе. Мастер-классы, конечно, концерты камерной музыки, замечательный джазовый концерт, американское трио. Вот, экзотика будет. Кстати, в этом году фестиваль проходит в 13 раз. Как отметил Башмет, число 13 несчастливым он не считает, хотя сам в некоторых вещах суеверен. Например, не дает автографы до концерта и не фотографируется до выхода на сцену. Я когда в 1976 году поехал на конкурс в Мюнхен, я заболел, и я совершенно больным приехал. За меня вытягивали номер выступления на конкурсе. Уже без надежды, что я выйду через два дня на первый тур. И вытянули 13 номер. И я победил этот конкурс, и это определило мою европейскую и мировую карьеру. Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится только пространством зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума и в зале органной музыки. Это турнир поэтов, Бетховен-марафон, конкурс молодых композиторов, а также отчетные концерты Международной музыкальной академии. Завершится фестиваль искусств в Сочи 23 февраля большим галоконцертом, на котором тоже не обойдется без мировых пример и, конечно, бессмертных хитов классической музыки.